приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы сегодняшнее видео посвящаем пожалуй самой важной теме хотя мелочей в производстве сельхозпродукции нет но это самая важная тема на сегодняшний день свидетельство тому весна и начало лета 2021 года ведь земля и природа просто устали от гонок человека за высокими урожаями в промышленных масштабах природа хочет просто достучаться до сознания человека не губите землю в своей безудержной гонки за сверхприбылями не рубите сук на котором сидите именно так ливнями градом ветрами торнадо снегом говорит с нами природа кстати это обращение касается не только крупных сельхозпроизводителей крупных предприятий кооператива фермеров но и тех кто на своих сотках продолжает уничтожать тело матушки земли химическими удобрениями и ядами напомню что уран находится в тельце уже несколько лет и будет здесь находиться до 2026 года а это значит что еще пять лет природа и земля будут учить нас человеком чить свою колыбель свою мать свою землю это видео только одна грань уроков урана заставляющего учиться осваивать технологии выращивания овощей садовых растений без ядовитых веществ одними из таких ядовитых веществ являются хелатные микроудобрения хелатные микроудобрения их очень много сейчас на полках магазинов садовых магазинов семенных именно с такими жидкими удобрениями мы столкнулись вот наша семья в 2001 году хотя они уже очень давно используются в сельском хозяйстве в разных странах и даже мы использовали эти удобрения при выращивании огородных культур эти удобрения были дорогими у нас сетевой маркетинг и здесь тоже хорошо использовался сетевой маркетинг для продажи вот этих удобрений нам хватало одной литровой бутылки на несколько лет однако после таких подкормок в первый же год когда мы начали использовать мы кстати эти подкормки в основном используются по листу плоды были вкусными как ни странно но вызывали горечь и неприятие продукта печенью моего тела я первая ощутила вот что-то не так ну а затем увиденное мною поле в одной из центральных областей где несколько лет использовать исхелатные удобрения но это был шок это мне показали молодые агрономы которые только начинали практику свою и задавали вопрос да что же это такое чем обернется вот эта гонка и почему именно вот после этих удобрений растет только хвощ даже сорные травы не растут на этом поле для меня это был шок и начался поиск ответа на вопрос почему земля становится мертвой после применения таких хелатных удобрений к счастью такие вопросы задавали и задают некоторые агрономы ученые которым не безразлична судьба земли и они посвящали многие годы кстати посвящают свою жизнь этой важной теме несмотря на то что их ученый сельскохозяйственный мир считает белыми воронами таких исследователей практика в единице но благодаря интернету их голос доказательства все чаще появляются доступными для всех желающих которые хотят понять что можно использовать для выращивания здоровой пищи и для того чтобы земля после такого выращивания оставалась здоровой возможно это видео будет длинным но эта тема слишком важная чтобы просто констатировать вредность хелатных удобрений давайте разберемся что же это такое хелатные удобрения а их производят с помощью кислот назовем эти кислоты и первой такой кислотой была но буду произносить может быть ударение неправильно химики меня будут поправлять но самое главное я вам показываю на экране смотрите этилен диамин тетрауксусная кислота называют ее это это производная для этой кислоты этилен диамин формальдегид и синильная кислота ну вот я только назвала вот производные вот этой кислоты с помощью которой производятся удобрения вот просто-напросто шок от того что вот происходит с этими металлами вот которые делаются вот эти жидкие удобрения и потом что получают наши растения далее следующий следующая кислота оксиэтил и дэндифосфоновая кислота нитрилотриметилфосфоновая кислота диэтилен триамин пентауксусная кислота дегидроксибутилен диамин тетероуксусная кислота и некоторые другие производные янтарной кислоты кстати я после того когда узнала что делать производные янтарной кислоты перестала использовать янтарную кислоту которую предлагают для выращивания сельхозкульптур это вот название основных кислот которые используются при производстве вот этих хелатных удобрений очень много их сейчас на полках магазинов а цель создания хелатных удобрений это снижение себестоимости удобрения потому что это дешевое такими и успех так называемой конкурентной борьбе на рынке удобрений ну и самое главное этот успех приносит сверхприбыли а вот сверхприбыли и это то место где собака зарыта производстве хелатных удобрений а тем временем вследствие накопления хелата вот это вот самого-самого первого это которые начали использовать при производстве хелатных удобрений в мировом океане именно благодаря накоплению этого хелата ученые наблюдают растворение отложений тяжелых металлов а это приводит к образованию липидорастворимых комплексонатов а что это дает а это дает те факты которые нам показывают по телевидению можно посмотреть в интернете это масса отравленной рыбы это отравленные птицы которые без видимых причин погибают это отравленный планктон это отравленные животные и недостаток кислорода в воде вот это удобрение которое накапливалось годами вот сейчас она так и работает в мировом океане да что там океаны из-за бесконтрольного применения вот этой это и других химических веществ американскими фермерами в дельте реки миссисипи образовалась мертвая для живых организмов зона непригодная для жизни об этой экологической катастрофе есть сообщение винете и было по телевидению интересная информация вот показывали рассказывали а что мы хуже американских фермеров а сколько фото и видео фактов на страницах наших сми винете о массовой гибели рыбы и никто не может понять почему и объяснить не может почему так происходит как будто бы в теле рыбы ничего не находят а она гибнет и не только рыба мало того что с помощью хелатных удобрений губится все живое в почве в воде мы же человеки сами подвергаемся отравлению вот этими остатками этих хелатных удобрений через употребление тех же плодов ягод и даже через воду в этой цепочке а цепочка называется у нас хелатные удобрения растение накапливает и сбрасывает почву и в почве накапливается а затем поступает в воду опасность хелатных удобрений для человека в том что именно вот эти кислоты особенно вот это накапливается в организме в печени в почках а также оказывает раздражающее такое действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания как будто бы кушаете хорошие продукты овощи и фрукты и вот такие какие-то странные симптомы и это у многих уже наблюдается кстати это является цитотоксическим веществом которое негативно влияет на деятельность клеток всех клеток человеческого организма и создает риск закрепления металлов в днк человека а также не только человека других живых организмах то что мы употребляем допустим птицу мясо птицы или других животных и они при выращивании этих животных используются сельскохозяйственные продукты при которых используется при выращивании которых используется вот хилатное удобрение и вот это все попадает в человеческий организм кстати вот это это связывает кальций и выводит его из организма человека вызывая остеопороз то есть хрупкость костей чего они так быстро ломаются сейчас при каждом ударе и что это такое вот это оттуда это тоже вот эти хилатные удобрения кстати еще и это связывает железо в организме человека а это приводит дефицит в организме человека этого очень важного элемента применение хилатных удобрений при производстве сельскохозяйственной продукции это в дальнейшем сегодня уже это и далее будет связано с угрозой для жизни планеты и существования нас же на этой планете уже кстати многие развитые страны мира обращают внимание мирового сообщества на вопрос применения этого соединения и ограничения использования хилатных удобрений и большинство большинство стран европейского союза на уже на законодательном уровне полностью запретили производство вот этой кислоты который называется это или же некоторые просто значительно ограничили нормы содержания этого вещества в продуктах питания растительного и животного происхождения у них прекрасная техника прекрасные возможности для того чтобы определять вот эти вещества в продуктах питания у нас это конечно еще далеко к этому но смотрите это официальные факты в 2000 в 1991 году в 1991 году федеральное министерство охраны окружающей среды а также федеральное министерство научных исследований и федеральное министерство здравоохранения германии подписали декларацию об уменьшении загрязнения воды вот этим этой кислотой то есть то что уже в производстве сельхозпродукции остается в земле в почве и на сегодня слушайте полностью запрещено использование этого соединения в австралии единственная страна в мире которая запретила это эти удобрения к использованию при производстве сельхозпродукции ну вот есть казалось бы тему буду продолжать потому что она очень важно я хочу донести до всех это важное важный посыл хелатное удобрение это не польза это конечно сейчас это дешевле чем есть уже альтернатива этим удобрениями я ими пользуюсь но нужно искать другие способы производства сельхозпродукции я думаю что вот то что происходит сейчас природа нас заставит вернуться к тому производству экологически чистому производству которое не будет воздействовать отравлять землю то есть почву воду окружающую среду и не будет отравлять животных ну и сам человек должен остановиться разобраться в этом вопросе и понять что не деньги основа вот в гонке этой для продаж хелатных удобрений а основа наше здоровье здоровье кстати в первую очередь здоровья планеты здоровья воды здоровья всего окружающего пространства нашего и здоровья человека без этого человек не будет здоров и нужно менять свое сознание учиться 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 потому что без этого мы дальше просто-напросто ни к чему хорошему не перейдем мы придем к самоуничтожению но я человек позитивный изучаю разбираюсь хочу понять хочу донести всем кто желает это понять и чтобы эту ситуацию изменить мы можем это изменить изменив свое сознание изменив свои отношения к земле к воде к тому что мы делаем изменив отношения к себе самому в первую очередь ставлю многоточие потому что эта тема будет продолжаться и сейчас просто мы ставим это многоточие и завершаем видео и желаем вам осознание этой темы понимание этой темы и до новых встреч в новых видео